Стабилизаторы будут установлены на экспериментальной площадке по испытанию свай. Новое оборудование. Эта система позволит измерять температуру на глубине от 15 метров и более. Малейшее отклонение температуры даже на полградуса необходимо фиксировать для того, чтобы в будущем модели были более точны. Установят современные термостабилизаторы на специальной площадке рядом с карбоновой, где уже размещен автоматический лабораторный модуль с вышкой мачтой высотой почти 200 метров. На ней находится оборудование для взятия проб воздуха. Также есть и стационарная метеостанция. Карбоновый полигон в Лабутнанге, первый в Арктике. В мире эта тематика достаточно давно обсуждается и существует. Карбоновый полигон, которому уже больше 15 лет. В России таких полигонов с таким солидным возрастом всего несколько. Уникальные расположения карбонового полигона «Семь лиственниц». Здесь планируют разработать в том числе собственную технологию контроля за эмиссией углерода и его поглощением. Например, растениями, а также болотами и реками. В модульне, в лабораторном установлена вся транспортная система, проба подготовки, которая будет выводить пробы на газоанализатор. Анна Башкова приехала в Центр изучения Арктики из Иркутска. Опытный специалист гордится своей причастностью к большому делу. Создавать полигон начали год назад. Это большая заслуга сотрудников Центра Глеба Краева и Алексея Гончарова. У нас система разработана нашими учеными научного центра. Она уникальна на сегодняшний момент. Второй такой пока нигде нет. Разрабатывал ее больше года наш ученый Алексей Гончаров под руководством Глеба Краева. Сам полигон – огромное пространство от Лабытнанги до Харпа. Своеобразная лаборатория под открытым небом. Здесь будут изучать сразу несколько ландшафтов. Тундру, лесотундру и полярный Урал. Местные растения и животных. Работу здесь Александр Гинзбург считает подарком судьбы. На Ямал выпускник МГУ приехал из столицы. Привлекает и совместная работа с опытными коллегами по исследованию северного ландшафта. В том числе воздуха, климата, вечной мерзлоты, почвы и растений. Я арктической тематикой занимался в университете. И вот это был прекрасный шанс на собственном опыте попробовать, что это такое не только в летние периоды, когда проходят основные экспедиции, но и в течение всего года. Исследования на карбоновом полигоне важны и для жителей. Регулярный мониторинг поможет понять, как меняется климат и природа. Полигон будет и междисциплинарной площадкой, где школьники и студенты смогут изучать вечную мерзоту и жизнь тундры. Марина Подгорная, Мария Гончарова, Алексей Канев. Программа «Время и мало» Лабытнанге.